продолжаем вот я сделала набор из 20 петель теперь мы вот эту нижнюю спицу вытаскиваем и начинаем вязать второй ряд первую петлю немножко вытягиваем чуть-чуть чтобы она стала подлиннее немножко и начинаем вязать лицевыми петлями вот так поддеваем под петлю и вытаскиваем нитку поддеваем и вытаскиваем и так вяжем весь ряд ну вот первый ряд я провязала теперь мы переворачиваем спицу и вяжем с другой стороны для этого первую петлю опять немножко вытягиваем чуть-чуть первую петлю мы никогда не провязываем ее просто снимаем на правую спицу ниточку кладем между спицами и начинаем точно так же лицевыми петлями вязать второй ряд опять поддеваем ниточку вытаскиваем поддеваем ниточку вытаскиваем и вяжем дальше второй ряд сейчас объясню почему первую петельку мы немножко вытягиваем чуть-чуть по длине и делаем чем все остальные потому что она у нас идет на два ряда мы ее не провязываем первую пи первая петля никогда не провязывается она провязывается только когда становится вот переворачиваем если она становится последней то есть она вяжется через ряд и поэтому когда мы начинаем вязание первая петля всегда снимается и она вот здесь вот видите она идет на два ряда 1 поэтому она немножко по длине и ну теперь вяжем дальше второй ряд лицевыми петлями также вот поддеваем вытаскиваем поддеваем вытаскиваем ну вот конец второго ряда опять переворачиваем эту спицу берем в правую руку и опять начинаем вязать первую петельку немножко вытягиваем снимаем на правую спицу ниточку кладем между петлями и вяжем лицевые петли все точно так же вот я провязала несколько рядов вот здесь вот сколько у меня ряда 4 наверно вот это у нас лицевая сторона вот круглыми вот этими шашечками внизу обе стороны одинаковые изнаночная сторона получается при этой вязки точно такая же это вот здесь вот вот такими волнами я вам объяснял это изнаночная сторона вот это этим вязанием вот таким узором вяжутся это очень теплая получается кофта если вы вяжете кофту или юбку или штанишки детские например то есть до шапочки вяжут тоже очень теплый получается потому что она как двойная идет такое вязание двойное толстенькое очень теплые вот я вам сейчас покажу вот у меня кофточка она связана вот таким же узором то есть лицевые петли с лицевой стороны с обратной стороны получается вот такая вот теплая кофта очень на зиму прекрасно и еще вот расскажу сразу как нужно рассчитывать вязание то есть если вы хотите связать какую-то одежду вам нужно померить если эта шапочка то например померить свою голову сантиметром и связать вот такой вот образец ну взять немного с для начала просто как проба петель 2 20 вот как я например взяла или 30 ну сколько хотите можете попробовать просто то есть прежде чем вязать какое-то изделие нужно сделать образец это делается для того чтобы рассчитать количество петель на шапку там на шарф или еще то есть вот мы взяли например 20 петелек меряем вот это расстояние сантиметром когда провяжем уже вот ну несколько там сантиметров 5 например мы уже можем померить и смотрим например у нас вот здесь вот получилось 10 сантиметров 10 сантиметров 20 петель окружность головы например у нас ну я приблизительно говорю 50 например сантиметров то есть мы уже можем рассчитать количество петель получается что 10 сантиметров это 20 петелек умножаем на 5 50 петель получается 100 и 100 петель мы должны набрать на длинных спицах и вязать шапочку например там ну и если шарф вяжите тоже смотрите как какую ширину вы хотите также например можно чередовать здесь вот вы вяжете светлый например пряжей дальше вы можете пустить какую-нибудь нитку контрастную то есть у вас получится например шарф или шапочка в полоску то есть вы можете один-два ряда провязать другой другим цветом или пошире например можете полоски делать то есть это уже на вас на ваш вкус очень хорошо сочетается вот например белая пряжа с черной с серой пряжей также например с красные белые очень хорошо сочетается черная с красным но это уже на ваш вкус как какой цвет вы хотите вы можете выбрать любой ну вот пока наверное все то есть тренируйтесь пробуйте дальше я вам расскажу в следующем уроке как вязать резинку один на один